Всем привет! Сегодня мы с вами поговорим о ваших предположениях относительно меня. На самом деле это тег, который я впервые посмотрела на канале Jamie Page, и мне настолько понравилась эта идея, что я у себя в сообществе тоже разместила пост, где я предложила вам написать свои предположения обо мне. Как вам кажется, какая я на самом деле такая или сякая, косая, кривая? В общем-то я сегодня буду все это читать и комментировать, и посмотрим, насколько вы близки или далеки от правды. И я сразу хочу попросить прощения за такое немного кликбейтное название, но на самом деле уже половина интернета сделала этот тег, и очень многие называют его именно так. Поэтому я решила, чем я хуже, я тоже могу покликбейтить. Я решила, что я пойду снизу вверх, потому что здесь в самом верху самые залайканные комментарии, и самый-самый-самый залайканный комментарий, который на первом месте, это дотошность, переходящая в занудство. Ну, на самом деле, спасибо за комплимент. Как бы я могла это правильно откомментировать? Вот вы знаете, одна из главных вещей, которые вы наверняка заметили, или, может быть, не заметили, но что меня очень хорошо описывает, это то, что я всегда очень серьезно отношусь к своей работе, и также я очень большой трудоголик. То есть я никогда не отказываюсь от какой-то работы, если я могу ее сделать. Я никогда не откажусь от каких-то поручений начальника. Ну, сейчас у меня начальника нет, но, тем не менее, когда я работала на начальника, я никогда не отказывалась от каких-то лишних поручений, которые мне нужно делать на выходных, в свое свободное время, после рабочего дня. Я могла задерживаться на работе. То есть для меня это было неважно. Если я понимала, что это на благо общему делу, то я никогда от этого не отказывалась. И сейчас, когда YouTube стал моей работой, у меня вот до сих пор осталось такое же серьезное отношение. Поэтому в моих видео вы и наблюдаете вот эту дотошность, которая, возможно, переходит в занудство относительно состава, относительно каких-то придирок, относительно каких-то релизов, я не знаю. Но я от этого никак не могу отделаться, потому что все, что касается моей работы, здесь вот как по щелчку включается такая леди-босс, которая пытается себя вести максимально профессионально, сдержанно. И я к подготовке видео действительно очень серьезно подхожу, потому что для меня бьюти-сегмент на YouTube это все-таки в первую очередь информация, это не развлечение. Потому что если бы я хотела просто развлечься, я бы посмотрела комедию, там актеры получше. А в бьюти-сегменте меня в первую очередь интересует информация, потому что с моей перспективы я понимаю, что это важно, потому что это влияет на ваши покупки, на трату ваших денег, которые вы зарабатываете. Поэтому я не могу себе позволить просто устроить какое-то трэш-шоу или кривляния какие-то неоправданные. А что касается остальных сфер моей жизни, я абсолютно не дотошный человек в этих сферах. То есть, если привести вам пример, я не буду читать все отзывы там, перед тем, как поехать куда-то в отпуск, три года выбирать турагентство, читать отзывы по поводу отелей. Я скорее такой человек, который вот так вот придет, тыкнет пальцем в то, что мне понравилось, то, что создало у меня какое-то хорошее первое впечатление. Также относительно других каких-то аспектов, если мы покупаем какую-то технику или вообще в принципе что-то мы покупаем, я скорее руководствуюсь каким-то внутренним чутьем, что ли. То есть, я здесь абсолютно не такой задрот, как в своих видео. Следующий комментарий. Мне кажется, что вы немного интроверт, и на людях с незнакомыми не так разговорчивы и открыты, как на видео. Вот просто аминь. Это 100% описывает меня. На самом деле, действительно, мне бывает очень трудно в компании каких-то совершенно незнакомых мне людей, и вот это как раз напрямую сейчас связано с моей работой здесь, потому что, когда меня приглашают на ивенты, для меня это просто смерти подобно. И вы знаете, я здесь хочу еще немножко дополнить. Мне особенно трудно вот как раз-таки в среде других бьюти-блогеров, каких-то светских людей, потому что я себя чувствую крайне некомфортно. У меня сразу создается такое впечатление, знаете, как эти все мемы в интернете, типа, когда пытаешься выделиться на встречи выпускников. И мне с такими людьми очень сложно, потому что я ненавижу пафос, я ненавижу, когда люди корчат из себя что-то непонятно что, потому что, опять-таки, я человек, который долго был в бизнесе, ну и продолжаю в нем находиться, и я привыкла работать с профессионалами, с людьми, которые действительно чего-то добились, которые имеют карьеру, которые имеют какую-то профессиональную этику, вот с такими людьми мне очень просто, на самом деле. Поэтому зачастую даже на всех этих ивентах я скорее буду общаться с пиар-менеджерами, с организаторами, с какими-то представителями брендов. Ой, тут в третьем комментарии сразу очень много утверждений. Мне кажется, что вы требовательны к себе, но требуете того же от окружающих, что вы не соглашаетесь на что-то, что вас не устраивает, только из-за того, чтобы угодить людям. Мне кажется, будет пунктуально, что вы очень аккуратная, мне кажется, что вы редко заморачиваетесь со сложными блюдами, мне кажется, что вы любите путешествия, что вы верная подруга, и что вы редко соглашаетесь на компромиссы. Может показаться, что я тут описала достаточно жесткого человека, на самом деле это черты цельной натуры. А еще мне кажется, что вы очень любите своих подписчиков. Вот это вот последнее, вот да, на 100%, да. Я действительно очень люблю своих подписчиков, и вы знаете, это понимание пришло не сразу, потому что изначально это просто цифры, и ты ценишь цифры, то есть у тебя 10 тысяч подписчиков, 20-50 тысяч подписчиков, это как бы становится все круче и круче, в плане вот этой вот цифры, когда сейчас действительно это есть. И я вижу абсолютно всех, кто смотрит постоянно мои видео, кто постоянно оставляет комментарии, кто постоянно меня поддерживает. Я вот просто все ваши ники и все ваши аватарки, я наизусть знаю, я вас очень действительно ценю, и даже если я иногда не отвечаю, а просто ставлю сердечко на ваш комментарий, то знайте, что я очень, действительно очень вас ценю. А что касается здесь остального комментария, то знайте, тут 50-50 про меня, потому что вот первая часть абсолютно точно про меня, что я очень требовательна к себе и требую того же от окружающих. Именно поэтому у меня, возможно, не настолько много близких друзей, потому что если я подпускаю уже к себе близко, то я действительно очень требовательный человек в дружбе, то есть я сама могу сделать абсолютно все, помочь в любой момент, где-то выручить, где-то подстраховать. Я хорошо изучаю человека, я знаю, что ему нужно, когда ему грустно, когда ему наоборот весело, и я пытаюсь соответствовать тому настроению, в котором он находится. В то же время я ожидаю абсолютно того же от себя. И очень часто я не получаю этого. Я могу долго намекать на какие-то вещи, но намекать, знаете, не так вот прям совсем прозрачно. А так, что человек это понимает, но если он это игнорирует, я очень охладеваю, и если у меня уже испортилось отношение к какому-то человеку, то назад дороги уже нет. То есть я могу не рассориться с этим человеком, то есть не будет никаких скандалов, там, я не знаю, ничего такого, но я просто постепенно этого человека вычеркиваю из жизни, и к себе я тоже очень требовательна, я постоянно ищу способы, как себе добавить работы, потому что вот даже мы с Олей, Ольгой Глосс, которая на Ютьюбе, недавно обсуждали эту тему как раз, что мы вот с ней вот такие два сапога пара, потому что мы каждый раз думаем, как тебе усложнить жизнь. Раньше вот обзоры были там только, ой, посмотрите, это там у меня вот такая вот баночка, ля-ля-ля, а потом начали снимать уже с близка там сводчи какие-то, потом уже нанесение на лицо, там как бы, как чтобы в макияже это было видно, потом там макросъемка, макросъемка в дневном освещении, к примеру, это уже недавно я снимала видео сравнение трех консилеров, и для вас это маленькое короткое видео сравнение трех консилеров, я же его снимала где-то, ну грубо говоря, пять дней, потому что каждый консилер нужно было снимать в разный день, естественно, потому что с утра нанес, вечером отснял, как он продержался, и это три консилера, это уже три съемочных дня, потом дополнительно нужно было отснять еще разговорный момент, потом дополнительно еще предметка и монтаж, это тоже два дня, то есть получается 5 полноценных дней на одно коротенькое видео, а что касается того, что я не соглашаюсь на компромиссы, то здесь это абсолютно, вот просто категорически не про меня, потому что мое второе имя, наверное, компромисс, мне даже когда-то мама моя сказала, что мне надо было работать дипломатом, потому что у меня очень хорошо получается урегулировать какие-то конфликты, я уже давно далеко не такая категоричная, как раньше, это раньше мне казалось, что мое мнение, оно же ведь правильное, я же поступаю именно адекватно, вот как бы уравновешенно и логично, а другой человек поступает абсолютно нелогично, и мне казалось, как это, нужно ему обязательно объяснить, что он не прав, но на самом деле я уже давненько пришла к выводу, что все люди настолько разные, и что хорошо для меня, далеко не значит, что это будет равноценно настолько же хорошо и для другого человека, я думаю, ты человек не склонный к откровенности, и своими чувствами и переживаниями никогда полностью не поделишься с окружающими, в то же время ты человек увлеченный и творческий, в своем любимом деле ты честна и непредвзято, даже такое впечатление, что это вырезка какая-то из гороскопа, знаете, который описывает твою личность, вот это абсолютно точно, что касается откровенности, потому что абсолютно все о моих чувствах, переживаниях, планах, радостях, достижениях и так далее, знает только один единственный человек, это мой муж, и у меня муж это действительно мой лучший друг, которому я могу рассказать все, могу там на кого-то пожаловаться, могу рассказать о своих радостях, о своих достижениях, о своих планах, о своих неудачах, в общем-то абсолютно обо всем я могу с ним поговорить, и в том числе о каких-то проблемах в наших отношениях, если они возникают у меня с ним, еще у меня достаточно близкие отношения со своей мамой, но тем не менее, даже маму я в часть вещей все равно не посвящаю, особенно что касается отношений с мужем, и вот как раз таки, что касается моих семейных отношений, то я из тех людей, кто никогда никому ни при каких обстоятельствах не будет жаловаться по поводу того, что муж такой, муж сякой, он мне там что-то сказал или что-то сделал, потому что я на 100% уверена, что это только вредит, потому что если я сегодня позвоню маме и скажу, вот он меня обидел, он мне там сделал то-то-то-то-то, потом естественно мы с мужем помиримся, я уже 10 тысяч раз забуду вообще, что это происходило, в то время как у моей мамы, например, будет это копиться и откладываться, и у нее будет чувство незавершенности, то есть мы помиримся, мы там извиниемся перед друг другом, а у нее будет чувство незавершенности этого конфликта, и она постепенно-постепенно вот этот негативчик будет собирать, и в итоге я просто-напросто испорчу ее отношение к моему мужу, вот зачем мне это нужно? Абсолютно то же самое касается и всех моих подруг, я могу, конечно, там чем-то поделиться, но это настолько вот вершинка айсберга просто, и я не хочу, чтобы здесь создалось ложное впечатление, что вы знаете, я такой человек, который внутри, там у меня все кипит, бурлит, там у меня такие эмоции, переживания, а я этому не даю выход, то есть я абсолютно не чувствую недостатка в общении, но я далеко не тот человек, который в рупор будет орать о всех своих проблемах, для того, чтобы меня жалели, или выслушали, или дали какой-то совет, вот это категорически просто не про меня. Мне кажется, несмотря на довольно сдержанный образ, вы веселый человек и не прочь подурачиться, также думаю, что вам нельзя что-то навязать, так как у вас хорошие аналитические способности, ну и, возможно, вы в свободное время каким-нибудь еще творчеством занимаетесь, помимо визажа и видео, творческая составляющая у вас определенно есть. Я действительно из тех людей, кто очень любит повеселиться, куда-то выбраться, красиво одеться, сделать красивый макияж, пойти куда-то в бар, вообще для меня идеальный вечер пойти парами куда-нибудь в бар, наржаться там просто до упада и до колик в животе, и вот тогда, да, это для меня вот прям идеальный вечер, когда сидишь, общаешься, и больше всего мне нравится именно вот так вот парами выбираться, то есть я с мужем и какая-то, например, моя подруга с мужем, или друг мужа с его женой, то есть абсолютно не важно, какой это будет микс, просто посидеть, выпить, пообщаться, поржать, повеселиться, вот это прям мое. По поводу аналитических способностей, в принципе, да, мне трудно действительно что-то навязать, а по поводу творчества, помимо визажа и видео, то если вы давненько уже на моем канале, то вы знаете, что я в одно время увлеклась живописью, и вот, кстати, на этих выходных я уделила этому внимание, потому что я не прикасалась к краскам и холсту уже где-то больше года. Последняя моя картина была написана в ноябре 2017 года, и раз мы уже об этом заговорили, давайте я вам покажу картину, она у меня здесь стоит, сохнет. Надеюсь, так вам будет видно. Это холст 40 на 60 и масляные краски. Сразу попрошу, если среди моих зрителей есть художники или те, у кого есть художественное образование, не судите меня строго, я понимаю, что мои картины это далеко не шедевры, но у меня нет художественного образования, я никогда не ходила на какие-то уроки рисования, просто в один момент как-то у меня возникло желание заняться этим творчеством, попробовать себя в этом, и я это делаю сугубо для себя. Я думаю, что вы разрешаете собаке спать на кровати вместе с вами. Естественно. Я думаю, уже потому, что я увековечила Сэммика как минимум дважды. Первый раз это на вот этой вот картине. Это тоже масляные краски, моя вообще самая-самая-самая первая работа. А второй раз на своей татуировке, то есть здесь у меня вытатуировано. Вот, вот так вот, наверное, будет лучше, если я покажу. В общем-то, это уже о многом говорит, как мне кажется, поэтому да, он спит с нами в кровати. Очень часто я об этом жалею, но тем не менее, ему уже почти 6 лет, поэтому уже как бы ничего не поменяешь, уже, в общем-то, как воспитали, так воспитали. По видео кажется, что вы всегда готовы постоять за себя, даже в мелочах. Например, если в магазине на товар стояла одна цена, а пробери по другой, чуть больше. Я думаю, вы такое молча не проглотите. Вы знаете, еще что важно обо мне знать, так это то, что я очень ценю свое и чужое время. И в любой ситуации я всегда оцениваю, насколько рационально потратить время на какое-то действие. Я чаще всего даже не замечаю, что там пробивается какая-то другая цена, но даже если я это замечаю, я понимаю, что мне сейчас нужно будет пройти вот весь вот этот геморрой, звать там главного менеджера, каких-то охранников, искать вот этот вот ценник. Они там его, еще и бывает, там прячут, пока ты к нему дойдешь, там и так далее. И вот это там доказывать, что-то ругаться, с этим чеком стоять. Ой, короче, это вот вообще не про меня. Мне гораздо проще этот момент проигнорировать, либо если там уж совсем большая разница, я могу отказаться от этого товара, но прям стоять там, что-то доказывать точно не буду. Поэтому если игра стоит свеч, конечно же, я буду отстаивать свою точку зрения, но если это какие-то мелочи, которые просто вот отнимут у меня очень много времени, то здесь нет. Думаю, что вы лидер по натуре, интроверт, преданный друг, семья для вас на первом месте. А еще вы по гороскопу близнеца, это значит, что у вас часто меняется настроение. На самом деле я не близнец, у меня как раз промежуточный знак между тельцом и близнецами. И раньше я себя считала больше близнецами, но сейчас я все больше убеждаюсь, что я такой полный телец, еще и в квадрате из-за того, что я близнецы. Я действительно очень упертый человек, и если я что-то решила, меня очень трудно сдвинуть в этом плане. Например, что касается той же работы. Я вообще по образованию филолог, и когда я заканчивала институт, я уже думала о том, куда мне идти работать. Потому что перспектив у меня как таковых не было. Не было у моей семьи никаких-то там связей, ни супер денег, чтобы меня куда-то пристраивать. И моя мама говорила мне о том, что ты же филолог, иди в школу, там что-то там ставки, полставки, что-то она там мне объясняла, что очень классно, там длинный отпуск и так далее. Я это все слушала, думаю, ё-моё, не, я, не, не, я в школу, не. И хотя я была совершенно без понятия, в какую сферу мне все-таки пойти, я знала, что это точно не для меня. Поэтому я начала ходить просто на все собеседования, которые я находила где-то в интернете по объявлениям. И я подумала, что, возможно, меня судьба как-то направит. И, собственно, так и произошло. Похожая ситуация у меня была, когда у меня был бизнес совместно с моим партнером. И он складывался не очень хорошо, потому что, как я уже и сказала, я очень большой трудоголик. Я туда вкладывала все и даже немножко больше. По ту сторону я видела, что человек вообще не заинтересован. И что я, по сути, тяну это все на себе. И мне настолько это надоело, что я решила, что я хочу сделать что-то похожее. Но чтобы только я была владельцем этого бизнеса, и меня очень многие отговаривали, потому что говорили, что ты это не потянешь, потому что это сильно сложно, это сильно трудоемко. В любом случае нужен хотя бы еще один человек. Но я все равно очень уперто двигалась к своей цели и все равно сделала так, как я хотела. Так, я вижу, что у меня здесь осталось еще несколько комментариев. Но я также вижу, что я наснимала уже час. Видео и так получится, скорее всего, очень длинным, поэтому я предлагаю на этом остановиться. Я очень надеюсь, что вам было интересно смотреть это видео и знакомиться со мной немного поближе. Если вам понравилась идея, если вы хотите, чтобы я в будущем сняла что-то типа ответы на вопросы, то пишите об этом в комментариях. И сразу же в комментариях задавайте те самые вопросы, на которые вы хотите услышать ответы. Если вы еще не подписаны на мой канал, обязательно подписывайтесь, присоединяйтесь к нашему сообществу. Это можно сделать, нажав на круглую иконку вот здесь вот. Также поставьте лайк, потому что это позволяет моему каналу развиваться. Если вы еще не готовы со мной попрощаться, то YouTube сейчас предлагает вам другие мои видео. Можете посмотреть какое-то из них. А если вы их уже смотрели, то мы с вами увидимся в моих новых выпусках через несколько дней.